Сообщение из Читинской епархии. Крестный ход от села Урлук до бывшего Чикойского мужского монастыря проходит ежегодно в день памяти иконы Пресвятой Богородицы, которая называется Споручница Грешных. В честь этого образа когда-то в монастыре был освящен храм, и полтора века назад зародилась традиция крестного хода с иконой Споручница Грешных. В этом году крестный ход собрал более тысячи паломников. Репортаж епархиальной студии «Слово». Святая наша Церковь Православная особо чтит Матерь Божию, как родительницу нашего Спасителя. В честь нее Святая Церковь знает более 700 икон, которые посвящены ее славному липу, ее великим чудесам, которые она совершает для спасения рода человеческого. Образ Споручница Грешных прославился чудесными исцелениями 150 лет назад, когда в Орловской губернии разразилась эпидемия холеры. В эти же годы точную копию иконы полковник Дмитрий Банческул из Москвы отправил в Забайкальский город Кяхту, в Троицкий собор. После революции икона считалась утраченной, но когда восстановили Успенскую церковь в Кяхте, она появилась. Эту икону принесли из деревни Гуркуй, бабушка одна, вот с этой, и она замироточила. Она замироточила, эти следы прямо на иконе видно. И вот я чувствую, что вместе так легко идти сюда. Не надо тщеславиться, надо дать и другим. Шла рядом, и тяжело, еле ноги передвигаются. Не могла дождаться. Так рада, что нынче ее пронес владыка. Один из списков споручниц в середине 18 века был подарен монастырю преподобного Варлама Чикойского. Икону пронесли крестным ходом, и с тех пор это стало традицией. В годы богоборчества самые смелые жители Урлука совершали тайные крестные ходы. А после обретения мощей преподобного Варлама крестный ход обрел новую силу. Поначалу ходили несколько десятков человек, сегодня более тысячи паломников из Читы, Улан-Удэ, Иркутска, Петров-Забайкальского и даже из-за границы. Последние несколько лет живу за границей, и приехала сюда специально, к Варламу Чикойскому. У меня здесь корни отсюда. Мама моя родилась здесь в Урлуке. Это чудо. Это чудо. Я просто благодарю Бога, что такая возможность у меня появилась. Тут как-то дали бросаешь хворотяжно. Воздух какой-то совсем другой. Так радостно, так радостно. Сегодня так и рвалось, и так и рвалось. Спасибо Миша привез. 10 километров трудного пути, тяжелые горные подъемы, крутые спуски не страшат паломников. Поднимаются к обители и маленькие дети, и 80-летние старики. В этом году на горный подъем отважился даже больной человек на инвалидной коляске. Ему, конечно, помогли. И ему удалось не только помолиться, но и принять участие в традиционной братской трапезе. Постепенно обитель Великого Забайкальского Святого Варла Мочекойского обустраивается. Установлен большой поклонный крест, построена часовня. И в благом деле люди часто сталкиваются с удивительными вещами. Я честно скажу, тут же нечестно нельзя говорить. Во сне увидел вот эту часовню, и вот все началось с того, что увидел ее во сне. Мы сначала хотели огородить просто тут, а потом пришла мысль, потому что наша глава администрации сельской, что давайте попробуем поставить часовню на месте Иоанна Притеченского храма. И вот три года назад у нас вот это получилось. Вот сейчас строим крестильный дом понемножечку. Кто сколько дает, кто материалом помогает, кто бензином помогает. И вот так помаленьку хочем возродить нашу святыню. Студия Слово Читинской и Краснокаменской епархии.